ребят всем привет меня зовут женя и если помните около месяца назад мы снимали вот это буквально несколько дней назад мне позвонил один из моих подписчиков и рассказал о своей проблеме в июне 2008 года у меня случилась неприятность 2018 года стуканул двигатель как любой здоровый и как оказалось это не единичный случай потому что после выхода того ролика ко мне обратилась девушка которая тоже считает что эта организация ее обманывает короче ребята точно умеет зарабатывать девушка зовут она и у меня есть 30-минутная видеозапись нашего с ней разговора там где она объясняет рассказывать всю историю но я думаю вам так много информации не надо на 30 минут поэтому если вкратце то дело было так ли машину них два года назад два года назад соответственно практически каждый месяц я обращалась с поломкой вот начиная как только мы выходили а заключили договор расплатились все уже первый месяц прошел я приехала с тем что там была целая куча каких-то недоработок 2017 году она купила себе новенький лифан смайли я думаю наверное не надо рассказывать что там два года она постоянно ломалась там миллион заказ снарядов мне даже козырек по моему отваливался его переделывали но это лифан и если что люди будьте к этому готовы суть в том что последней каплей стала поломка автоматической коробки передач и когда она пригнала свой автомобиль на дилерский центр за свой счет естественно на эвакуаторе после какого-то времени ей сказали что это не гарантийный случай то она написала письмо в москву главному дилеру лифан чтобы они разобрались главный дилер и московский сказал нашему дилеру чтобы они устраняли эту неисправность но насколько я знаю такая неисправность должна была устраняться крупноузловой заменой коров москву писали кому производителя писала именно главный главный дилер он там считается потому что позвонила на горячую линию не сказали пожалуйста пишите контакты все есть на сайтах но они быстренько отреагировали что сказали они позвонили сюда и нам очень быстро тут же с нами связано с нами связывались уже непосредственно что мы здесь в минске и приезжайте будем разговаривать после многих премий в итоге коробку починили она забрала автомобиль поезжала на нем неделю потом уехала на несколько недель в отпуск кстати у нее есть еще подтверждающий документ что она уезжала и машина соответственно стояла на месте после отпуска она покаталась еще недельку и у нее снова полетела эта коробка ну и вот последней кости уже было когда мае 2018 года у меня полетела коробка хотя уже были до этого маленькие такие позывы да я приезжала мне делали диагностику по которой документы не давали или вам бесплатно вот вам повезло вы приехали сегодня вам бесплатно но в этот раз снова дилер идет в обратку и говорит что машина ломается потому что она не умеет ездить и она ее сама ломает и чинить никто ничего не будет она говорит окей тогда отдайте мне мою машину я буду проводить экспертизу буду подавать на вас в суд но дилер не отдает они автомобиль потому что говорит что будет самостоятельно проводить экспертизу стоп 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 говорит она я не хочу чтобы вы проводили экспертизу потому что я вам не доверяю я проведу ее сама она пишет заявление в милицию что дилер не отдает ее имущество а дилер отвечает милиции что они не отдадут имущество пока идут до судебное премия Какие могут быть прения, я не понимаю, это мое имущество, хочу, забираю Ну и в итоге машину ей никто не отдал И дилер самовольно, несмотря на запрет Анны, провел экспертизу В смысле, в чем проблема? У нее теперь коробка передач разобрана по коробочкам И там уже экспертизировать нечего Много можно об этой истории говорить Но сейчас есть четко сформулированные вопросы от собственника автомобиля Почему мое прямое указание на запрет на проведение вами экспертизы не было выполнено? Почему мое право на проведение экспертизы было нарушено? Какая организация проводит экспертизу в отношении автомобиля? В какой срок какие вопросы были поставлены перед экспертной организацией? Когда и какая сумма была оплачена экспертной организацией? Еще раз прошу предоставить следующие документы и заверенные кофты Ну и там дальше идет список документов Праведливости ради, чтобы быть объективным, я должен сказать, что я звонил на дилерский центр Лифан И рассказал всю ситуацию, сказал, что ко мне обратилась Анна И чтобы вот эта вся ситуация была объективная, я попросил их какой-то комментарий Мне сказали, что да, мы дадим комментарий, да, мы вам дадим вот всю нашу переписку с Анной Мы вам скажем, как мы видим эту ситуацию Чтобы они меня не потеряли, я им на всякий случай дал два номера своих телефона Но в итоге никто мне так и не перезвонил Поэтому, уважаемое руководство Лифана, не обижайтесь И 29 января Анну уже пригласили непосредственно на Лифан, чтобы ознакомиться с результатами экспертизы Естественно, я поехал с ней, и вот что у нас получилось Может, когда-нибудь придем присядем? Да, холодновато тут Холодновато, то есть, грубо говоря, либо вы изучаете, либо забираете документы Ну, тогда забираем Дальше, что делаем тогда с машиной? Пока... Мы еще даже не прочитали документы Мы хоть можем... Наверное, логично правильно прочитать документы, потом принять решение Или как? Или надо сейчас сразу прицеплять машину и затянуть за собой? Я прошу вас, если вы меня снимаете Я вас не снимаю Офей предупреждать, во-вторых Я вас не снимаю Я вас не снимаю Хорошо Я вас не снимаю Я снимаю Анну Я Анну снимаю, говорю Пожалуйста, отойдите в сторону Я вас не снимаю, говорю И он повторяет, что я вас не снимаю Давайте мы с вами закончим Потом вы будете обижаться Вы мужчина послая, начинаете... У меня клиент Анна Пожалуйста, Анна Вас я не знаю Без вас А тут что, закрытая какая-то территория? У меня клиент по документам Анна И что, а я с Анной пришел А вы сказали, будете снимать Она боится, что на нее нападут Я с ней буду идти Вы же сказали, будете снимать Я вас не снимаю Я снимаю Анну Я говорю, Анну снимаю Не волнуйтесь Вы видеосъемку свою сказали Вы читали документы, которые... Да, отправили Когда они приглашали Анну В письме было указано, что они выделят комнату Для ознакомления с экспертизой И предупредили Что будет вестись видеофиксация всего этого дела То есть, получается Вам можно снимать А мне нельзя? Можете их либо сейчас изучать Ну, сейчас нам в коридоре Это не целесообразно Нет, понятно Поэтому я заберу... Нам прислали письмо, что вы нам предоставите комнату С видео, с записями, с камерами Чтобы мы тут... Не мерзли хотя бы Не галдели там, да Где стол, где что Я вообще присесть, вы можете... А вы начинаете... А вы начинаете сразу добежаться, что вас снимают Где там, где там, где там, где там... Вы с нами пройдете? Сколько у нас есть время на ознакомление? Пойдемте Нет, давайте... Есть возможность, чтобы вы нам прокомментировали В общем, вот такое вот отношение у ребят с Лифана Пришли, снимать нельзя, присесть нельзя, стойте, мерзнете Приехали, договорились на 10 часов Приехали без 10 Без каких без 10? Без 20-10 Подошли и спросили То есть мы никого не ждали, чтобы там кого-то не было Или еще что-то Просто нам сказали, ждите И человек вышел с документами ровненько в 10 часов Вот прям класс, молодцы Сейчас идем изучать экспертизу Так, а кто-нибудь тут работает, не работает? Добрый, можем мы присядем, ознакомимся с документацией? Да, конечно Там есть диваны Нас оттуда прогнали сюда Да? Да Да Вот еще, кстати, такой интересный момент Получается, экспертиза была назначена в октябре 24 октября А составленная экспертиза была 22 декабря 2018 года Сегодня 20 какое? 29 января? 29 января Сегодня 29 января Месяц печатали документы Нет, вот эта экспертиза составлена уже 22 декабря То есть месяц людей вымораживали То есть экспертиза была готова 22 декабря Но ознакомиться нас с ней пригласили только 29 января Знаете почему? Смотрите дальше Скажите, пожалуйста, а вот тут вот для производства экспертизы предоставлены документы Это вот у кого-то, посмотрите, для производства экспертизы предоставлены документы Их тут 54 А где нам эти документы посмотреть? Все остальное будет идти через исполком Через исполком? Да Ну а как они получили эти документы? 54 документа То есть эксперты их могут дать, а вам не могут их дать? Я понял Здорово Замечательно Сейчас поедем Сверхопированный Замечательно Поэтому, понимаете, Сергей, вы мне говорите разобрать ее, разбирайте Но вы как-то должны сообщить Да, да, где это все А где куда неисправность, тоже через полком? То есть у вас будет неудет, понимаете, да? У них установленный порядок Вы можете сказать, когда это будет? Ну как у нас по закону это делается? Как? А как у нас по закону делается? Вы хотите, чтобы я что-то прокомментировал, конечно Ну, то есть я не знаю, мне интересно знать, когда вот документы почитать, увидеть Потому что здесь, ну, в самом деле, список документов, которые напрямую подвязаны к этому И вы говорите, что без этих документов принять решение такое? Ну Извините То есть я так понимаю, что, скорее всего, придет так сделать, ребята Это уже серьезная тема, что эту машину вы просто заберете с собой Куда будете переезжать? Потому что она сдана вам, правильно? Вашим предприятиям Ну, как-то так А когда у них переезд? Переезд уже в... Япи тоже должны освободить территорию То есть по словам только что я... Ого Аня, Аня, на самом деле, без этих документов, вот это читать... А что тогда не ознакомились с экспертизой 22 декабря, когда она была готова, раз уже осталось 3 дня до переезда? Ну, они по закону действуют А, до последнего? У них свой закон какой-то, да Класс Тут я понимаю, это просто подвели в краткие строки, чтобы вы тут забрали машину Да, да А дальше, ребята, вы забрали... А как только вы ее заберете, уже все Это уже ваши права, не удалось вам подписать документы, все То есть я вот это вижу, да Тут надо по-другому делать Пускай ответственность за нее несут еще, пока она тут находится Вот это все забирайте, Анна Отдавайте вот, либо Эдуарду, либо адвокату Можно скажите, пожалуйста, вот такой вопрос Еще одну копию вытых его пакет Сейчас скажет, бумаги нету Нету бумаги У вас нету? У вас нельзя не делать? Снимите, пожалуйста А вот вам и ответ, почему ознакомиться с экспертизой Нас пригласили только через месяц Подписаны, вы оставили заявку, непонятные спрошения какие-то Какую заявку попросили оформить, такую и оставила Когда мы составляли заказ наряд с удовольствием на разборку и дешевле И мы не подписали Какой заказ наряд? Мы не помним, да? Заказ наряд единственный, который я оформляла Все мы будем писать Мы были против разборки, поэтому... Да, он дал на подписание, где было написано Принтовку, разборку, разборку Это вы экспертизу хотели мне за свой счет, который я должна была платить На что я сказала, у вас здесь я ничего проводить не буду Да, это было в тот момент, когда мы хотели сами проводить Это все ваши слова, вы изучать сейчас будете? Чувствуете уровень сервиса? Это же ваши слова, вы изучать сейчас будете, не будете? Давление вы чувствуете? Лично я, да Секундочку вопрос Я заберу документы и изучу Материальные ценности переданы вам У вас был Акт приема передачи Акт принятия материальных ценностей от владелеца, правильно? Приема передачи не был подписан Была просто оформлена заявка А почему не было оформлено Акт пров patriots Мы отказались его взять Или вы нам его не предоставили? Вы принимаете, правильно я понимаю? Мы принимаем, да Где от приема передачи что вы приняли? Мы не приняли, он как стоял, так и стоял То есть вы машину в ремонт не брали? Машину не приняли, но экспертизу провели сбирали замечательного не претензии меня делать не подожди послушайте меня вы на основании претензии приняли машину провели экспертизу правильно где от приема-передачи он не подписан секундочку он вы его вы машину принимали где она секундочку только стоит моя секундочка тоже между прочим не дешевая но я спою тут с вами мерзну будем изучать ну еще вы приняли материальные ценности от владелец я вас услышал где вот у нас за этот вопрос где он письме напишите будет вам ответ то есть вы понимаете что юридически вы поступили неправильно неграмотно это вы понимаете а вы не понимаете мы юридически поступили по-своему как поступили мы юридически поступили по-своему как поступили то есть законами мы уже не руководствуемся с машиной чтобы забрать нет прям сейчас изучить там прям не будете вы собой забираете холодно мы уже замерзли мы не можем на морозе читать документы их надо прочесть изучить для того чтобы зафиксировать его вы же свои камеры не все нельзя что ли снимать почему закрытая территория хотя вы сказали что я не могу ее посещать посещать до снимать снимать я могу везде где открытая территория любое место доступа конечно это законодательно я не могу снимать в суде я не могу снимать в каких-то зданиях мвд мы будем забирать документы поедем тепло почитали первоначально а потом мы примем решение и обязательно вас уведомим письменном виде по закону по нашему единому республике спасибо вам поклон тут и руки тут на все копируем сами решили сэкономить на двадцать четырех листах вашей бумаги документы дают давит на то чтобы она машину свою забрала естественности мы заберем то ну на этом может все закончится а нам это точно не надо вот сейчас кстати этот низ ли фан покажу или фан с мали их уже по моему даже сняли с производства вот этот малыш опечатанный был но это видимо до экспертизы 18 блин не видно число лед так смотрите какой он прикольный это типа типа китайский мини купер вот если помните историю игоря который отдал свой мерседес на замену двигателя сюда тут как бы тоже непонятно пока мы ждем как что чего вообще будет с этой ситуацией но проблема в чем в пятницу сегодня вторник я снимаю это все а в пятницу ли фан же полностью отсюда с этой стоянки переезжает потому что стройка идет тут жили будут или что не знаю вот стоит мерседес игоря в пятницу ли фан должен полностью освободить эту площадку но это нам так сказали работники и вот и говорю позвонил говорит я не в курсе типа как что я не знаю на свалку его машина поедет или что ну короче такой немножко беспредел начинается в общем как вы видите это очень сложная история но она очень похожа на ту историю с мерседес и что самое главное это одна и та же компания одно и то же из ту одни и те же люди и все это находится в центре города и что-то тут попахивает это все 90 неужели эти годы возвращаются в любом случае мы будем следить за развитием этих событий я думаю предстоят большие суды ну а вы напишите ваше мнение в комментариях к этому ролику что вы думаете обо всей этой ситуации на сегодня все меня зовут женя подписывайтесь на наш канал не забывайте ставить лайки всем пока масло масляное день автографии грида глич нет не смогу но я попробую я это сказал давай еще раз я вчера целый вечер мучился супер хорошо я так это и плане я это так и планировали ему говорят мы стоим мерзнем он говорит ну ничего погода у нас такая мы в прошлый раз что-то говорили-говорили-говорили-говорили-говорили приходит ролик 5 минут из них 40 секунд катя а что это за прикол до 40 секунд темноты в конце а то это то это то мы что-то про детей поговорили то про рыбалку а потом опять вырежете это не надо а